Спасатели и коммунальщики продолжают бороться с паводками. В Октябрьской области под угрозой два района. В Байганинском районе залило три улицы и девять дворов. В Тимирском районе, около поселка Шубархудук, потоплены пять жилых домов и 25 дворов. Муж проснулся и говорит, у нас потоп. Я говорю, какой потоп? Встаем, вода. Давай быстрее бежать к детям, детей собирать, дети паника, плачут. Муж поехал, потом нашел насосы. Сам вот начал выкачивать. Часть воды мы сами выкачали из дома. Проконтролировать ситуацию в регионе приехал вице-министр по чрезвычайным ситуациям Герлан Урпиисов. На подмогу прибыли отряды из соседней Мангистауской области. Работы проводятся по укладке межкатар, по подвозу инертного материала, по откачке талой воды с улиц, дворовых территорий, а также по отводу талой воды. А в североказахстанской области перешли в режим повышенной готовности. Здесь под угрозой подтопления 87 сел. В регионе продолжают вывозить снег, взрывать лед, укреплять дамбы и очищать водопропускные сооружения. Работает круглосуточный штаб. Первая оперативная группировка сегодня отправилась в район имени Габита Мусрепова. В населенных пунктах Кустанайской области этой ночью откачали воду из 12 частных домов и 20 дворов. На подмогу ждут коллег из ЗЧС Казалардинской области с мотопомпами и лодками. В Акмолинском регионе, в селе Жебекжулы Аршалынского района, спасателям удалось не допустить паводок в дворы. На сегодняшний день вывезено уже более 2000 кубических метров снега. Всего откачано более 65 тысяч кубических метров воды. Вопрос безопасного пропуска паводковых вод находится на особом контроле. В Краганду паводок пришел со степи. Местами подтапливают дворы и дороги. Вода вся идет у нас именно с сопок со стороны Уштюбе. Ловим на канализационный коллектор, потому что ливневый коллектор уже не исправляется. В связи с чем, так скажем, временно сейчас вот здесь у нас идет потоп на улице Шахтеров. В МЧС сообщили, что из-за резкого потепления поводковая обстановка осложнилась почти во всех регионах. Во время спасательных работ по стране задействовано около полутора тысячи человек и сотни единиц техники.